Сейчас модно будь дегенератом, тусуйся, пляши, як кретин. Вон из них стоют, тоби свято, дур не в плюс один. Постаньте секундочку, мы вас поспрашиваем. Чего вы? Нет, спасибо. Меня никогда не любили лесбиянки. Кто такие дети Капитана Гранта? Не знаю. Нет, не хочу. Даже не знаю. Ну, примерно. Дети Капитана Гранта – это произведение. Ну, а что там, были там дети? Не было родителей. Были дети? Не в курсе. Ну, в зарубежной литературе там был твир «Дети Капитана Гранта». Про взрослых или про детей? Я вам подскажу. Не знаю. Это книжка, которую написал писатель Жюль Верн. К сожалению, я ее не читала. Наверное, герои романа Деникана Гранта – Жюль Верна. Да, а чего они не родили? Искали своего отца. И что, чем хорошо? Ну, они его знали там, как бы, они там, сдаются за темы, за координатами. Знайшли на острове. Насколько я помню. Что означает слово «жерло»? Жерло. Сейчас, подождите. Жерло, жерло. Ну, это дырка. Дырка? Ну, дырка. Жерло? Водичка. Льется, да. О, Господи, я тупая. Нет, тупая. Нет, я очень тупая, походу. Жерло? Что-то знамое, но, возможно, от слова «жерло» – «жерло». Но нет, жерло – это, наверное, может, джерело, я так думаю. Жерло? Я не знаю. Жерло. Не знаю. В вулкане, чисто на вулканах. Правильно. Через это жерло выходит лава. Какие прямые не пересекаются? Прямые с математикой на друживке. Очень простой вопрос. Оператор говорит, зря ты его придумал, все будут отвечать. Прямые. Параллельные. 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 Не знаю. Параллельные. Молодец. Ура! Кто такой Дарт Вейдер? Ну, как, все не знают Дарк Вейдера. Знаменитый дядька. Дарт Вейдер? Не, я не знаю, кто это. Вы знаете? Нет. Кто такой Дарт Вейдер? Даже не знаю. Письменник? Не, не знаю. Давайте еще раз. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер? Это из... Главный протагонист. Правильно? Джедаи же. Отец Люка. Дарт Вейдер – это герой много сериального фильма. Белогий. Герой Зори Альфмин. А, больно? Герой Зори Альфмин. Герой Зори Альфмин. Это название иноленты. Я блондинка, ну что вы от меня хотите? Вы же крашеная блондинка. Ну и что? Как менты? Ну нет, не как менты. Насколько помню, вроде они служили королю. Ну, гардемарины, это судя, че с названием, что-то, может, какие-то из Франции, там, где очи, певни. Это мушкетеры, ну, это войско. Вот что у вас в голове возникает, когда я вам говорю, Ян, смотри, гардемарины. Что там? Ой, мушкетеры, если честно. Гардемарины, это военные. Английскую мову знаете? Что означает слово somebody? Somebody? Somebody. Ну, сейчас somebody. Somebody? Somebody. А, somebody. Тобто типа один, somebody. Один? Ну, типа так. Английскую мову знаете? Так. Как прикладается слово somebody? Somebody? Да. А, иногда? Somebody wants to kill me. Somebody that I used to know. Somebody to die for, hurts. Песня такая есть. А, да? Somebody? Да. Не маю гадки. Взагалі. Ну, слышно, что ты похожий, но я не знаю. Ну, прокладайте. Кто-то? Самбо-то хтось. Девчонки, что такое Кремль? Кремль? Кремль. Ну, это в Москве, да? Кремльцы в России, есть церковь их. Кремль, там белый дом, ну, Кремль. Ну, здание, сооружение там главное. В Москве стоит что-то такое. Там, где правительство сидит. Я думаю, там проходят международные какие-то совещания. Есть Казанский Кремль, есть Кремль в Москве. Это древнее военное укрепление, которое было построено с целью защиты территории от нападения чужеземных войск. На данный момент самый известный Кремль находится в Москве, на Красной площади. Он также является резиденцией президента, местом приема разных иностранных делегаций. И он, в принципе, даже открыт для простых посетителей. Рядом с нами жительница города Киева, Наташа. Единственное в мире человеку, у которого 700 высших образований. Что означает молодежное слово? Сушняк. Ну, это, наверное, все знают. Мы не будем отвечать. Ну, это когда какая-то людина выпала, а потом сранку в ней сушняк. Після того, как трошки выпив, на следующий день, на ранок пить хочет. Похмелье. Это что-то такое? Похмелье. Сушняк. Ну, это как... Он когда в горле очень сильно сушит, это бывает после, ну, не знаю, алкоголя на утро. Ну, это после доброго вечера. Это что, такой добрый вечер? Ну, это когда сушит добрый сранку. Да? Это как сейчас. Недостаточность воды в организме после перенасыщения алкоголем. Сушняк. А це стан після алкогольного сплениння. Ну, блин, когда ты побухал из самого утра, тебе встаёшь, и тебе во рту пересохло там. Правильно, бачишь, так учёдно знают, а? Дякую вам, хлопці. Как вежливо сказать родителям, что вы употребляли на почту? Мам, ну, ты ж тоже так делала. Цікавое питание, дайте подумати. Я не знаю, ну, курнул там. Ну, я курнул ещё. Покурил. Всё, покурил. Можно покурить сиреном, можно так просто покурить. Покурил немного. Лучше их не употреблять. А если уже вдруг так получилось, ты хочешь признаться родителям? Лучше тогда не признаваться, если вдруг так получилось. Понятно, спасибо. Мама, папа, я употреблял наркотики. Всё, спасибо. Ну, я даже не знаю, лучше не говорить. Не знаю, просто сказать, мама, я употребляла наркотики. Ну, я не знаю, я какось бы натягнул бы так, типу. Я щось там спробовал новое щось, некстал. Наркотики, я какось так. Я из Одессы, я просто бухаю. Щас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято. Лёша и Даша вас всех накажут, блин. Щас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято. Я из Одессы, я просто бухаю. Охранница и милиция, я не шучу, Вика. Да я не шучу, Вика. Здесь продаётся самый плохой клей на этой выставке. Езжай в Кловский лице, у тебя там хорошо получается. Подпишись и дивись усі випуски Дурнёв Плюс Один першим.